Всем привет! Сегодня продолжаем тему красивого тайпа. В прошлом видео, если вы его не видели, обязательно посмотрите, потому что там есть такие советы, которые тоже нужно знать и пренебрегать ими нежелательно. В первую очередь я вам сказала про то, что нужно брать все с оригинала, с японского, копируйте прям все досконально, что только можете. Дальше я рассказала про то, почему мы не можем все досконально сканировать, скопировать с оригинала. Это на примере размера текста. То есть размер текста чаще всего нам приходится уменьшать. Почему? Это все объяснило в прошлом видео и также объяснило, почему нельзя скакать с размером текста, дабы заполнить пустое пространство. Это тоже некрасиво на самом деле и все это почему объяснила в предыдущем видео, так что посмотрите обязательно. В этом видео расскажу про три вещи. Я думала, что расскажу только про одну, а оказывается все-таки есть три вещи, которые нужно все-таки объяснить и показать. Первое, расскажу о том, почему текст мы делаем именно центрированный. Текст у нас не выровнят по левому краю, текст не выровнят по правому краю. Текст именно центрированный и объясню, почему именно так мы делаем. Дальше объясню принципы переносов текста, то есть как сделать так, чтобы ваш текст был с переносами слов, чтобы помещался нормально в это узенькое облачко, но при этом все принципы учитывались, чтобы и красиво было, чтобы читать было легко и все такое прочее. Это тоже расскажу почти попозже. И последнее, что расскажу, это даже не расскажу, но просто покажу парочку примеров, как мы впихнули некоторые фразы в очень-очень узенькие облачка, так сказать, как впихнуть невпихуемое. Но там буквально будет парочку примеров, так сильно много примеров показывать не буду, потому что видео будет и так слишком длинным, поэтому, да, остальные примеры будут как-нибудь по мере перевода манги выкладывать, будут выкладывать в YouTube. Как наткнусь на какое-то пример, так и буду показывать. Ну что, поехали. В дизайне есть несколько принципов, как красиво оформить текст. И эти принципы, они сформировались уже за долгое время, уже много-много лет уже этим принципам, они эти принципы живут. И единственное, что эти принципы, они больше работают на форматы, где у нас много текста, то есть когда у нас есть такие абзацы текста, как лучше их поставить, как лучше их переносить, вот это все как бы правила из отсюда идут, да. По этим правилам делать текст центрированным, как у нас, допустим, в манге мы делаем, мы во всех облачках делаем текст центрированным. По правилам дизайнерским этого делать недопустимо. По правилам дизайнерским центрированный текст подходит только для коротких фразочек, то есть логотипы, какие-то там приписки к логотипам, это могут быть цитаты какие-то тоже, но тоже очень важно, чтобы строчек было не более трех. Если у вас строчек более трех получается, то скорее всего лучше делать текст не центрированным, а уже выровнять по левому краю. Ну, либо по правому, если там у вас текст право-налево пишется. Так вот, и вот здесь у нас получается такое, как получается, что когда у нас появились комиксы и манга, то у нас появилось новое правило, потому что комиксы и манга – это немножко иной формат. У нас здесь больше, чем 4 строчки. И все равно мы здесь имеем право делать текст центрированным, потому что мы к этому уже начинаем привыкать. Читатели комиксов, читатели манги, они привыкают к тому, что там весь текст центрированный. Если вдруг вы сейчас начнете делать текст не центрированный, а вот по левому краю начнете все это делать, ну, оформлять, то читатель, скорее всего, будет в шоке и скажет, что за фигня, почему вот этот, почему вы тут так убого затайпили. То есть вот это вот уже считается некрасивым, потому что мангу люди переводят уже с какого года? Я, честно говоря, не знаю, когда первый перевод манги на русский вышел, но где-то оттуда начинается перевод, ну, начинается как раз-таки центрирование текста нашего. Так что здесь у нас получилось появление нового правила, что в мангах и комиксах можно делать текст центрированным, хоть он и не по правилам дизайна. Давайте взглянем на то, как делают это дело японцы. У японцев текст у нас, естественно, не центрированный, потому что они пишут по вертикали, они по кризантали. У японцев правило такое. У них есть какое-то начало, вот где-то верхняя полоса, откуда у них начинаются строчки все. То есть, в принципе, это все, это самое, как называется, выровнено по верхнему краю. У нас, допустим, мы текст обычно выравниваем по левому краю, а у японцев они выравнивают по верхнему краю. И вот пошла столько раз с верхнего края, вниз пошла, 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 и здесь, по идее, есть еще место пустое. То есть, сюда можно было вписать вот этот символ, вот этот маленький. Но они такого не делают, потому что вот это вот три знака вот этих, это одно слово, а японцы слова на кусочки не разбивают. То есть, мы, допустим, у нас приемлемо, допустим, мы пишем по-рог. Мы можем так вот сделать, мы можем делать переносы в словах. У японцев переносы в словах недопустимы. Во-первых, у них нет таких длиннющих, огромных слов. У них слова, там, ну, там, сколько там, три символа, четыре символа, бывает максимум, наверное, пять-шесть символов, это слово какое-то есть у них. А так, в принципе, перенос слов им как бы не нужно совершенно делать, потому что обычно слова довольно-таки коротенькие. Чаще всего слово состоит, там, из двух-трех символов. Здесь, допустим, слово это вообще заимственно, это слово sign, в данном случае это переводится как автограф. И, да, если мы sa вот здесь и тут уберем, поставим вот здесь, в этой строчке, получается, вот идет sa, потом in. И японцам уже сложно читать, потому что им кажется, что это два раздельных слова, потому что они не переносят слова. Вот, дальше что-то хотел сказать. Дальше еще тут надо сказать, что они переносят по смыслу, да, то есть они, во-первых, переносят по словам, во-вторых, не переносят по смыслу. То есть у нас первая фраза, она как бы, это как бы все одно предложение, но это предложение можно разбить на смысловые кусочки, да. И вот здесь, допустим, вот эта первая часть фразы идет, потом дальше можно, в принципе, вот эту часть разделить на две, на другую часть. То есть, по идее, вот здесь есть место для трёх символов. Раз, два и третий символ. То есть, вот эти вот три символа, как бы слово одно, его, по идее, тоже можно принести вот сюда вот всё. Но японцы так не делают, потому что вот этот вот кусок большой, он, его можно, так сказать, разделить от этого кусочка, потому что по смыслу тоже разделяется. То есть, они, в принципе, пользуются всеми правилами, которые есть и в дизайнерских, вот таких вот обычных наших текстах. Вот. Дальше смотрим по центровке слева-справа. Слева и справа они центровку соблюдают тоже. Смотрите, допустим, здесь у нас вот такое вот расстояние от края до буквы. И здесь у нас вот такое расстояние. Здесь расстояние, кажется, немножко поменьше. Это всё за счёт того, что здесь у нас есть ещё, с правой стороны, есть ещё у нас символы для прочтения Канди. Символы для прочтения Канди, они обычно, как височая пунктуация в нашем случае, мы её считаем почти что как за пустое место. Про височую пунктуацию нужно будет сделать отдельная пара роликов. Я бы кое-что про неё говорила, но ещё не до конца, мне кажется, рассказала всё, что надо. Вот. Значит, вот эти символы, они считаются как пустое место, почти что как пустое место. И мы их не считаем. Поэтому здесь слева и справа примерно одинаковое расстояние. Что отсюда, что досюда. Вот они стараются делать одинаковое. То есть вот здесь у нас такое вот расстояние. Здесь, конечно, многовато получилось. Здесь у нас вот такое вот расстояние. И здесь у нас тоже получается здесь коротенькое расстояние. Вот как вот здесь. А вот здесь вот у нас длинное расстояние, примерно такое же, как и вот тут. То есть, в принципе, баланс везде соблюдается. Баланс в картинке, в дизайне — это самое важное. Если баланса нет, то читатель запинается об этот дисбаланс. И это мешает плавному прочтению. А это очень важно тоже в дизайне. Это тоже такой принцип, чтобы в дизайне было... Ну, чтобы ваш тайп выглядел хорошо, нужно соблюдать этот баланс. А японцы, когда создают мангу, то они, в принципе, стараются баланс везде соблюдать. Здесь, допустим, чувствуется небольшой дисбаланс на самом деле, потому что я бы вот эту фразочку поставила бы чуть-чуть в левую сторону сдвинула. Здесь у нас такое расстояние, здесь чуть побольше расстояния. Потому что здесь у нас округление облачка идёт. И здесь у нас такое маленькое расстояние. А вот тут у нас получается вот такое большое расстояние. Округление становится ещё больше расстояния, получается. А здесь у нас символы кончаются, и получается, что этот текст у нас вот в такое общее расстояние. То есть с этой стороны здесь кажется, что слишком много белого. Я бы вот эту фразочку вот слегка бы ещё сдвинула в левую сторону. Но, естественно, никто не идеален. Возможно, они просто здесь сделали небольшой недочёт. То есть они пытаются делать всё грамотно, но кое-где стоятся недочёты небольшие. Так, я тут для наглядности даже сделала текст, что было бы, если бы мы читали тоже как японцы вертикально. Если бы мы читали вертикально как японцы, то мы бы оформляли бы нашу мангу вот таким вот образом. Тоже у нас была бы какая-то линия, откуда начинается текст. То есть выравниваем по верхней линии, и, в принципе, пошёл так вниз этот самый наш текст. Всё, в принципе, хорошо. Но даже если вот так будем переводить, всё равно у нас были бы проблемы с переносами. То есть, в принципе, мы можем по-русски переносить слова. Вот так вот можно было перенести это дело всё. вот так вот да и сейчас секундочку может чуть вот так вот так круче все равно есть небольшие нюансы нюансы стоят в том сейчас погодите новый слой сделаем секундочку новый слой и на нем будем рисовать нюансы стоят в том что у нас не получается центровка полный полная хорошая то здесь нас верху сделать я центровка популя в мою правую краю так секундочку я моё ты двигаться будешь нет вот хватилась на ряске то есть вот так вот мы сцентрировали по правому и левую части да то есть секундочку секундочку нет все-таки не совсем сантиметри были момент ты чуть чуть сюда вот так да будет хорошо все вот так хорошо берем кисточку смотрим то есть вот отсюда до сюда до края у нас вот такое расстояние а отсюда до сюда вот такое расстояние здесь тоже смотрим вот такое расстояние вот и здесь вот такое расстояние то есть принципе по левому правому краю мы как бы центрировали хорошо а если мы будем смотреть по верхнему и нижнему краю смотреть особенно учитывая вот формат вот такого лучка что он здесь вот так вот маленькая а здесь более длинная то тут мы уже не вмещаемся формат получается у нас тоже вот тут много много белого пустого места нужно будет тоже искать какие-то какие-то там, ну, короче, надо бы тоже заморачиваться, смотреть, как это будем делать, переносить. Но я сильно заморачиваться с этим не буду, потому что мы не читаем вертикально. Мы уже многие-многие столетия читаем горизонтально, и вот этот вариант нам совершенно не подходит, потому что читать вот это, это в разы сложнее, чем горизонтальный текст. Если фразочка будет буквально состоять из двух букв, и там, допустим, ах, но, или ой, или, там, не знаю, тудух какой-нибудь, там, звук какой-то, да, то там можно сделать текст вертикально написать. Но если это прям целое предложение, там, большое, да, то вертикальный текст сразу нет, ни в коем случае. Даже если у вас очень мало места, даже если вам сильно хочется, забудьте про вертикальный текст. Это всё очень и очень не симпатично. Читателю всегда читать такое просто невыносимо. Всё это not good. Не делать такого. Давайте вернёмся к нашему горизонтальному тексту. Мы же читаем горизонтально. И ещё раз покажу японцев, да. Японцы, смотрите, у них, получается, текст, он у них практически квадратненький. То есть он у нас вот примерно вот такой, вот такой, да. То есть справа и слева и сверху у них ровные такие места. Только снизу у нас получается какая-то там неразбериха с этими самыми, с длиной строчек. В принципе, вот этот вот, если мы эту фразу перевернём на горизонталь, то получается, что эта фраза выровнена по левому краю. Так, секунду, вот эта фраза, секунду, она у нас выровнена по левому краю, по сути. Вот, да, был, если бы мы написали бы текст вот так, то был бы, в принципе, довольно-таки похоже на оригинал. Сейчас, секунду, надо перенести, потому что не хватает места. Вот, вот, то есть вот так вот, по идее, должно быть выглядеть по оригиналу. Но нам, как русским людям, вот этот вот прям, вот это вот, то, что у нас с левой стороны, вот это вот непонятно, что происходит, нам это сильно-сильно бросается в глаза. То есть человек, когда пытается выровнять что-то, что-то в чём-то, да, в первую очередь выравнивает по именно горизонтали, чтобы и слева, и справа было примерно одинаковое место. То есть в идеале вот этот вот кусок текста нужно сделать в форме блока. Здесь в фотошопе почему-то мне не кликаются вот эти вот кнопочки, то есть я не могу сделать их в форме блока. Сейчас, секундочку, это вы видите, нет? Да, вы видите эти штучки. Они у меня серенькие. То есть я могу тексты сделать, взорвать по левому краю, могу сделать центрированным, секундочку, вот центрированный полностью. Могу выровнять по правому краю. А вот по абзацу, по блоку, по виде блока, я не могу с фотошопа почему-то сделать. Но есть программка InDesign, я залезла в неё, и в ней можно это сделать, провернуть такой фокус. И показываю, что у нас получается здесь. Да, кстати, по поводу блока. По поводу формата блока я покажу. Формат блока, он вообще довольно-таки симпатичный. Он, если вы печатаете какие-то журналы, книжки, то в формате блока всё это выглядит очень и очень симпатично. Оно прям как ровненько, как по линейке всё так сделано, всё так выровнено. И кажется, ну, прям реально симпатично всё это выглядит. Только если приглядеться внутрь, туда вот так сильно прям с лупой смотреть, да, можно увидеть кое-какие недочёты в формате блока. Сейчас покажу, покажу. Вот здесь, допустим. Видите, что тут произошло? У нас две дырки. Вот сейчас. Вот две такие большие дырки. Между словами две большие дырки. Чуть выше снова, вот тут вот, допустим, вот на этой строчке. На этой строчке тоже расстояние между слов становится большим, и это тоже заметно. Ну, конечно, если учитывать, что текста тут много, то, вот особенно издалека, то особо эти дырки не заметны. Дырка заметна вот тут, но если приглядеться, там у нас тережка стоит. Так что это не совсем дырка называется. Вот, где тут ещё можно увидеть дырочки? Вот здесь вот, в первой строчке, вот здесь вот, допустим. Тоже расстояние между словами довольно-таки большое. То есть, когда мы делаем формат блок, то у нас хоть, ну, оно, как получается, выравнивается ровненько по линейке и с левой, и с правой стороны, но это самое, этот выравнивание компенсируется за счёт того, что у нас между словами и между буквами появляется лишнее пространство. И бывает, что это лишнее пространство настолько большое, что выглядит весь текст просто отвратительно. Поэтому с форматом блок надо быть очень аккуратным, надо быть очень внимательным, когда вы делаете форматы на блоках. Ну, в виде блока делаете. Особенно это критично, когда у нас мало, мало текста. Допустим, в манге у нас, как раз таки, мало текста. Когда у нас большой текст, там, в принципе, колонки видно, какие-то маленькие такие дырочки, там, они не такие заметные. А когда у нас манга и у нас текста мало, то смотри, что получается. Когда я делаю формат блок, получается вот что. Здесь огромная дыра, здесь, здесь огромные дыры, везде между словами огромные дыры. Плюс ко всему, когда у нас слово стоит отдельно на строчке, у нас очень много, ну, места между буквами прям увеличивается, и как будто бы это отдельные слова. Там R это одно слово, A это другое слово. Такое ощущение, что мы как бы хотим как-то выделить это слово, хотя оно тут совершенно не выделяется ничем. Можно, по идее, здесь сделать вот такой формат, где у нас последняя строчка будет либо по правому краю выровнена, либо по центру. Но, опять-таки, слово наверняка мы уже сделать с ним ничего не можем, да, оно стоит одно единственное слово на строчке, и там уже, ну, никак по-другому не сделать. Вот, и именно в этом и заключается проблема с форматом блок. То есть, когда мы делаем формат блок, нужно учитывать, что у нас появляется куча-куча дырок. Да, с лево и справа у нас ровненько всё красивенько, но в середине появляются дырки. И когда у нас текст маленький, эти дырки становятся просто отвратительные, некрасивые. Поэтому формат блок мы не используем. Мы бы хотели использовать в манге формат выравниваем по левому краю, но из-за того, что у нас получается, что расстояние вот тут вот одно, тут у нас меняется расстояние, то нам это прям сильно глаза корёжит. И именно поэтому у нас вышло так, что мы в манге используем выравнивание именно по центру. Центрирование мы делаем. И вот, в принципе, почему... Это как бы объясняет то, почему все привыкли видеть мангу с центрированным выравниванием, когда у нас текст выравниваем по центру. То есть получается, что вот так вот выглядит намного-намного гармоничнее, чем ежели у нас было бы выравнивание по левому краю. Фух, наверное, надеюсь, не запутала вас сильно. Говоря о центрированном тексте, надо ещё даже сказать, что есть некоторые исключения. В манге, которую мы приводим, я примеров так быстро найти не смогла, зато у меня под боком лежала книжка комиксов, которую мой сын сейчас считает, из-за билотехи, которую я взял. И там прям несколько примеров, прям сразу там было, на каждой странице почти что были, да. Это у нас комикс американский, там чаще такое возникает, такие штучки, чем в манге. В манге такие реально крайне редко случаи происходят. А вот американских комиксов чаще. Итак, смотрите, у нас здесь получается облачко, которое обрезано сверху и с левой стороны. И здесь у нас переводчик, он у нас сделал выравнивание текста по левому краю. То есть по стандарту у нас он делал всё тоже по центру, здесь самовыравнивал, а вот в данном случае именно по левому краю. Почему? Потому что здесь у нас облачко, по идее, если его продолжить рисовать, да, вот так вот, то оно довольно-таки крупное получается, это облачко, и довольно много, довольно большой кусок он обрезанный. И чтобы текст гармонично смотрелся на таком кусочке облачка, его лучше было сделать именно вот таким вот образом. Если вы поставите его центрированно, то у нас, получается, с левой стороны были бы какие-то странные лесенки, они бы выглядели довольно-таки несимпатично, но, короче, выглядело было намного хуже, чем вот этот вариант. Плюс ко всему, переводчик, он также сохранил форму вот этого изгиба. То есть у нас облачко вот здесь вот так вот сгибается, и текст также изгибается. То есть здесь переводчик сделал всё довольно очень грамотно. Вот. Единственное, что мне очень не нравится, что здесь очень маленькое расстояние, вот здесь вот, да, и здесь тоже маленькое расстояние. Хотелось бы, конечно, тут вот маленькое словечко по-другому немножко как-то перенести, но, да, тут, конечно, сложности в переносах. Вот это, я думаю, что самый оптимальный вариант, который у него был. Здесь тоже пустое место. Кажется, что вот эту букву Г можно, ну, слог Г можно было, в принципе, перенуть сюда, но там уже тоже свои какие-то нюансы. О них тоже про нюансы, про принципы переноса расскажу, наверное, чуть позже, потому что здесь рановато ещё про это говорить. Следующий пример. Следующий пример у нас, опять-таки, облачко обрезанное, но переводчик у нас стал текст центрированный. И, честно говоря, в принципе, выглядит нормально. Я бы всё-таки вот это вот место пустое, беленькое, я считаю, что тут его многовастенько, я бы всё-таки вот это вот длинное слово, которое состоит из трёх частей, я бы его вот здесь вот разбила бы и перенесла бы на новую строчку. Вот в этом месте. После ПА, перенос, вот это пир идёт сюда. И вот эта строчка придётся ставить немножко уже, и тогда всю фразу, всю вот эту фразочку можно было немножко сдвинуть в левую сторону. И тогда не было здесь такого, ну, много пустого белого места. Было бы хорошо. Но здесь всё-таки скажу про этот принцип переноса, потому что здесь и в прошлом кадре переносчик, он придерживался принципа перенос по смыслу. То есть у нас есть вот это слово «шок, папир, замок». Он у нас состоит из трёх частей. Шок, шоколад, папир, бумага, замок, собрание. То есть коллекция, можно сказать. И вот слово «папир», «бумага» он решил не разделять на две части. Он решил перенос сделать уже после этого слова. То есть у нас «шок, папир» и потом в конце «замок». То есть на новой строчке у нас замок как отдельное слово стоит. И это у нас перенос по смыслу. Перенос по смыслу хорош тем, что читателю проще понимать прочитанные строчки. Ему проще перескакивать со строчки на строчку, когда у нас есть перенос по смыслу. То есть вместо того, чтобы сделать как-то покрасивее вот это дело, этот сам переводчик, он больше акцентировал внимание на то, чтобы читателю было удобнее читать. И это, кстати, правильно. Так, идем дальше к примеру. Здесь немножко размыто получилось сфоткать. Ну ладно, нормально. Здесь у нас такой комбинированный вариант мы видим. То есть с одной стороны четыре строчки у нас выровнены по левому краю. А дальше две строчки, последние две, они у нас, ну типа как выровнены по центру. На самом деле не совсем центр, но все равно. То есть перерочек, он как бы здесь сам поставил какие-то пробелы свои. То есть он немножко сдвинул эти последние две строчки в правую часть, чтобы была какая-то как бы иллюзия центрирования. Здесь он тоже пытается повторить форму облачка. То есть у нас здесь облачка, оно начинает здесь закругляться. Здесь у него не хватает места для текста, и он начинает исхитряться, чтобы все поместилось в него. И в принципе это у него довольно неплохо получается. Здесь, конечно, пустоватое место, но что поделать, у нас здесь слово, тут у нас четыре согласные идут вместе, да, то есть если здесь перенести, ну ставить следующий слог, то у нас будет вот до сюда пройти, вот до этой буквы. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть букв нужно стоящих впихнуть, прежде чем перенести снова это слово, возможно будет. Немцам, конечно, им, конечно, очень сложно переносить слова, такие длиннющие, но это их проблемы. У нас в русском языке таких длиннющих, сложных слов, конечно же, не так много. Так, здесь еще какие примеры есть. Здесь у нас тоже идет обрезание облачка, и здесь также автор, опять автор, переводчик. Переводчик он поставил здесь не совсем по центру, потому что если это будет центр, то нужно в верхнюю строчку сдвинуть еще немножечко вправо с таурона, да. Здесь он также пытался найти какой-то такой баланс, потому что здесь у нас обрезанная облачка, по идее его надо немножко в, как сказать, весомость фразы перенести опять-таки в левую часть, ну и в принципе переводчик с этим справился. Я бы единственное, что, наверное, повыше немножко поставила бы эту строчку, потому что как-то многовато места пустого сверху, кажется, из-за вот этого кусочка. Но это в принципе ладно. Вот здесь, допустим, еще один пример. То есть здесь у нас тоже обрезанное облачко, но оно центрировано и выглядит в принципе вполне хорошо. Если у вас тоже такая ситуация, что у вас есть обрезанная облачко и вы текст оставляете центрированный, и он выглядит хорошо, то оставляйте центрированный текст. Выравниваем по левому или по правому краю только в тех случаях, когда у нас выглядит это не симпатично. Поняли? То есть здесь, допустим, у нас облачко, оно хоть и обрезано, но там буквально чуть-чуть обрезано. И поэтому из-за того, что там обрезано совсем чуть-чуть, то мы в принципе можем позволить себе поставить текст центрированным, и это будет выглядеть симпатично. Здесь, кстати говоря, этот пирочек, он не соблюдает висящую пунктуацию в этом месте. Ну ладно. Так, дальше что? Здесь опять-таки пытается найти какую-то свою собственную середину, все зависит от формы облачка. Когда мы переводим с японского на русский, мы тоже часто с такими проблемами сталкиваемся. Допустим, у нас какое-то там двойное облачко, либо облачко опять-таки какого-то странной какой-то формы, и в принципе мы можем так же, как и этот пирочек вот здесь, мы можем повторять текстом форму облачка. Нам не обязательно прям идеально все центровать. Можно так же вот так вот сделать. То есть первая строчка вот так, вторая строчка сдвинута в левую сторону сильно, и третья строчка также сдвинута в левую сторону. Но при этом сохраняется эффект центрирования какого-то. Здесь то же самое, что и в предыдущий раз. То есть две первые строчки у нас выравниваны по левому краю, и последняя строчка пытаясь найти какой-то центр. Здесь примерно то же самое, да? Следующий пример какой-то у нас есть. А, вот это вот. А еще у нас возможно поставить текст, выравнивать по левому краю, это когда у нас идут слова автора. То есть не слова персонажа, не реплика персонажа, а именно какие-то слова автора. То есть повествование, место, где находятся персонажи, и еще какие-то небольшие отсылочки, допустим, через, там, спустя 5 лет, или спустя там 3 часа, да? Вот это все, оно чаще всего рисуется в квадратных этих фреймах, и в таких моментах можно, в принципе, сделать текст по правому, выравнивать по левому, либо правому краю. Это зависит от того, в каком месте у нас расположено. Здесь, допустим, текст этот, рамка, она находится с левой стороны, значит, и текст мы выразниваем по левой стороне. Если бы этот находился бы с правой стороны, то мы бы текст выразнивали, естественно, по правой стороне. Вот. В манге у нас тоже есть такая приписочка, ну, конкретно в этой манге, на задке, которую я сейчас делаю. Здесь у нас есть приписочка, это у нас, как бы, примечание, ну, какого, в начале каждой главы такая, как бы, небольшая строчка есть, как небольшое название, что ли, главы тут идет. И его, в принципе, тоже можно сделать, ну, невозможно делать его центрированным, его можно сделать, выравнивать по левому краю. Особенно, если учесть, что в японском выглядит именно вот так вот. То есть тоже идет некое выравнивание по левому краю. Вот. Еще один примерчик тоже был, где у нас есть вот такое тоже небольшое, небольшое, так бы, слово, ну, что автора, да, то, что они сейчас будут делать. Ну, короче, это не реплика, ничья, это просто, наоборот, небольшая приписка от автора, чтобы пояснить, что тут происходит. Здесь у нас слово дубль еле-еле, конечно, вместилось. Это крайне нежелательно вот так вот делать. Здесь желательно было, конечно, как-то это дело сузить, но сужать это тоже не так хорошо. И про сужение текста расскажу еще в конце видео, как можно вот это самое, впихнуть все такие слова в маленькие узкие облачка. Здесь, в принципе, смотрите, тоже у нас получается квадратненький, эта рамка для слов автора. Здесь, если бы мы поставили бы выравнивание не по центру, а по левому краю, то, получается, двойка съехала бы сюда. И, честно говоря, выглядело бы это не очень симпатично. То есть в таких вот маленьких кусочках, особенно если они такие узкие, в принципе, можно сохранять текст центрированным. То есть не обязательно поддерживать из-за того, что если это слова автора, то обязательно нужно делать текст по левому или правому краю выравнивать. Тут тоже можно оставлять центрирование. Даже я сказала бы лучше оставлять текст центрированный, потому что читатели манги, они привыкли больше к центрированному тексту, а вот такие места со словами автора, их встречаем мы крайне редко. И, в принципе, центрированный там текст выглядит довольно-таки нормально. То есть не обязательно делать вот эти вот... Ну, это не правило делать слова автора выравнивать по левому краю или правому. Это просто как у вас больше... Как сказать? Ну, вообще, как больше выглядит по симпатичности, как вы считаете вы по симпатичности. В японском это всего лишь одна строчка. Она, естественно, там... Ну, не важно вообще, как она выровнена. То есть она как бы выровнена по всем краям сразу. Вот. Ладненько. На этом, пожалуй, про формы облачков рассказала. Про формы облачков, которые такие сложные, расскажу, наверное, в отдельном видео, потому что в рамках данного видео слишком много получается. Так, теперь давайте поговорим о красивом переносе фразочек. Первый принцип красивого переноса это у нас сохранение закругленной формы. То есть облака с текстом чаще всего у нас какие-то кругленькие. Даже, допустим, здесь у нас хоть оно и вытянутое, по бокам оно более такое ровненькое, все равно сверху и снизу идет закругление. И текст, в принципе, нужно построить тоже таким как бы закругленным. То есть сверху, чтобы было узенько, потом все шире, 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 потом максимально широко, а потом все ниже, ниже, ну, как бы уже, уже, уже. То есть в конце, чтобы было совсем узко. То есть, если, допустим, я сделаю вот такой, таким вот образом, то текст становится каким-то квадратным. И вот эта квадратность, Она сильно бросается в глаза Если мы сделаем все-таки Обтекание вот такое То оно выглядит более симпатично Здесь даже можно сделать и внизу Более симпатичное обтекание Секундочку, вот таким вот образом То есть вот такая форма текста Она выглядит очень симпатично Но если мы прям совсем Вот так вот сделаем, то у нас в данном случае Появляется другая проблема У нас появляется много переносов То есть следующий принцип Красивого оформления текста Делать как можно меньше переносов Моя учительница, допустим По типографике Она говорила, что если мы делаем Текст центрированным, то вообще Нельзя делать переносы Но это, естественно, относилось Не к манге, не к комиксам, а больше К каким-то печатным изданиям, то есть к журналам К книжкам, брошюркам и так далее В этих местах Переносы вообще как бы неуместны Никаким образом Нужно переносить слова, но не Слоги Но в манге, конечно же, у нас За отсутствием места Мы должны Иногда делать все-таки Эти переносы оставлять Тем более, особенно если будут Очень узкие эти облачка Там вообще без переносов Просто не справиться Фух, так вот Здесь, в принципе, место у нас есть Чтобы эти переносы избежать То есть, в принципе, вот этот Предыдущий мой вариант Который был Сейчас, секундочку Вот этот вот В принципе, он тоже хорош Вот здесь у нас ни одного переноса в тексте нет И это как бы считается хорошо И форма облачка при этом как бы все равно Такая закругленная Да, внизу она чуть пошире, но все равно вниз Внизу идет какое-то за... Ну, сужение небольшое, но сужение все-таки идет И вот это, в принципе, нормально Но в таком варианте у нас ломается еще один принцип Следующий принцип Это у нас отступы от края Отступ от края в данном случае Он вот такой мосюсенький Давайте покажу Наверное, на новом слое нарисуем Так, где у нас кисточка Вот, отступ от края Вот такой мосюсенький Вот такой мосюсенький он И здесь тоже вот такой мосюсенький получается Здесь, конечно, хороший сверху и снизу А вот здесь вот такой мосюсенький-мосюсенький Считается, что красивым Красиво считается, если расстояние между буквой и краем рамки – это расстояние ширина одной буквы. То есть вот у нас ширина одной буквы, и вот такое расстояние минимально должно быть вот тут, в пустое белое место. В данном случае у нас это не получилось. Поэтому здесь хочется все-таки эту строчку немножко разбить на слова хотя бы. Вот так, то есть мы стараемся, чтобы этих переносов слов не было, чтобы не по слогам переносить, мы переносим по словам. И вот это у нас будет, во-первых, опять-таки сменяется форма обочка, у нас теряется округлённость. Как бы она есть, но в середине у нас появляется талия такая узенькая. Ещё если сделать вот так вот, то вот это появляется форма песочных часов. Форма песочных часов, где у нас есть там сверху широкая, потом где-то там талия узенькая, потом у нас широкая. Вот это тоже желательно очень сильно избегать, потому что это считается некрасивым. Вот. Чтобы вот это вот избежать, форма песочных часов, нужно прибегнуть к какому-то переносу слова. То есть, чем-то придётся жертвовать. Если мы сделаем вот таким вот образом, то у нас нижняя строчка всё равно получается большая. То есть, делаем вот таким вот образом. Снова появляется какая-то узенькая талия. То есть, приходится как бы играться, приходится перебирать множество вариантов, чтобы подобрать, чтобы соответствовать всем этим принципам. Сейчас я назвала только три принципа. Последний принцип, он тоже очень важный. Допустим, если поставим вот такой вот вариант, то, в принципе, вот эта нижняя талия, она не очень широкая, да. И можно, в принципе, сделать даже два переноса. Ну, опять-таки, два переноса, ну, перевернулись к тому, что было до этого, да. То есть, чем-то мы пришлось пожертвовать, но вроде бы вот так вот всё-таки нормально. Но тут у нас ломается ещё один принцип. Последний принцип, который нужно тоже учитывать, это принцип переноса по смыслу. Дело в том, что когда мы читаем строчки, то в конце строки мы волей-неволей делаем небольшую паузочку. Эта пауза, она как бы, естественно, незаметная, но в мозгу происходят какие-то мегапроцессы, и мозг начинает это одну строчку, потом он склеивает с другой строчкой, и вот эти вот кусочки, они начинают как-то потихонечку склеиваться. И если эти кусочки, они обрезаны кое-как, то мозгу гораздо сложнее собрать этот пазл в одну единую фразу. Допустим, здесь у нас, я специально сейчас буду более длинную паузу делать, получается вот такое вот, такая бельберда. Но в твоём случае это наверняка будет уг рожать твоей работе. И вот мозг теперь вот после всего прочитанного должен всё это соединить воедино. И, честно говоря, там, то есть у нас там кое-как всё это нарезано, это читается гораздо сложнее, особенно учитывая, если у нас будет читатель какой-нибудь не очень сообразительный, то есть нас население, ну, большая часть населения, у нас как бы IQ не такое высокое, то есть не все люди способны прям моментально всё это воспринимать хорошо. Поэтому надо учесть и такие моменты, чтобы люди читали без запиночки, чтобы не было никаких заминок у них, чтобы всё как бы было плавно, хорошо, да. То есть я уже не скажу, что наша задача от пирочков обеспечить хорошую читабельность текста. И в данном случае вот такие вот переносы – это нехорошие переносы, это нехорошая читабельность. Чтобы сделать хорошую читабельность, нужно сделать перенос по смыслу. В данном случае это у нас по смыслу будет выглядеть вот таким вот образом. Сейчас. Так, при этом саму убираем встречу пунктуацию, а здесь её вставляем. Вот таким вот образом. Но в твоём случае, вот эта строчка у нас, конечно, широкенькая, она не помещается. В принципе, но можно сделать отдельно. Тоже это по смыслу более-менее подходит. Но в твоём случае это наверняка будет угрожать твоей работе. То есть фразочки разбиты по смыслу, они, можно сказать, кусочки, они более-менее с замкнутым каким-то смыслом своим. И их соединить, склеить друг с другом гораздо-гораздо проще. И вот именно это нам нужно учитывать, когда мы переносим текст по словам. Что тут ещё можно добавить? Здесь, когда мы вот это сделали в таком вот хорошем, перенос с хорошим смыслом, да, перенос по смыслу, то у нас появляются проблемы с тем, что у нас нарушаются другие принципы, да. Во-первых, у нас, опять-таки, теряется форма облачка, верхняя строчка очень коротенькая, остальные квадраты такие, да. То есть нет закруглённости у облачка, в смысле у текста в целом, да. У него нет закруглённости никакой. Далее у нас есть маленькие расстояния от текста до края, до края облака. И не только в одной строчке, а уже даже в двух строчках. А так как это уже квадрат становится, то вот это тоже приравнивается к этим с двух строчкам. То есть вид с виду это выглядит не очень симпатично. Если бы форма облачка была бы немножко иначе, было бы просто идеально. Может быть, здесь можно было бы оставить размер поменьше, да. Но я уже говорила, что в прошлом видео я уже говорила, что размер поменьше мы делаем только в случаях, если у нас идёт, если у нас не помещается совсем никак текст. Либо же у нас идёт понижение шёпота. То есть понижение голоса переходит на шёпот какой-нибудь. Вот. Так что здесь мы оставляем размер 22 и теперь перед тайпером остаётся такая загрузка, такая проблема. Теперь тайпер должен решить, какими принципами, вот у нас 4 принципа, да, какими из этих принципов он будет пренебрегать. Вот. В данном случае я сделала вот такой вот вариант. То есть здесь я пренебрегла частично смысловым переносом, то есть внизу смысловой перенос остаётся, а вот здесь, вот в серединке смысловой перенос, он как бы теряется, но это только в одном маленьком месте. То есть вот это вот, это, словечко это, её в идеале поставить сюда. Но если я это делаю так, то меняется формочка облака очень сильно. Поэтому я её оставляю вот здесь, чтобы формочка облака, оно как бы оставалось более-менее нормальным. Форма облака тоже чуть-чуть страдает, то есть у нас сверху оно как бы более скруглённое, а снизу немножко широковато, но в принципе тоже сойдёт, да. И самое сильное, что тут принцип, который тут ущемляется, это вот расстояние от края до начала текста. Но если опять-таки посмотреть, то кое-как здесь всё-таки можно это дело оставить. Если бы это было размер побольше, скажем, 24, то вот это уже явно критично. Вот такого допускать же явно нельзя. Здесь пришлось бы делать где-то перенос. Так, 22 у нас размер должен быть. Ну, в общем, вы как тайпер должны теперь решить, что будете, чем будете жертвовать. Лучше всего жертвовать переносами. То есть переносы по смыслу стараемся оставлять, а переносы слов добавляются. Форма облачка тоже как бы желательно оставлять её гроленькой, но не сильно на этом зацикливайтесь. Потому что вот я показала уже пример, да, если у нас будет вот так вот угрожать работе. Если мы здесь зациклимся... Ой, будем угрожать. Будет угрожать, да. Если мы зациклимся только на форме облачка, то читатели будут неблагодарны за это дело. Поэтому старайтесь не сильно зациклимся на форме облачка. Но и зациклимся тоже. То есть как бы найти какую-то середину золотую. В общем, вот. Всем удачи в этом деле. Совет желаю вам. Что тут ещё можно добавить? А, ещё надо добавить по поводу смыслового переноса. Есть такие вещи, как длинные слова. Допустим, моя учительница в Германии, которая, да, она... Вообще, как бы, у немцев есть много этих длиннющих слов. И моя учительница, она очень сильно, как сказать, не то, что жаловалась, да, но прям плакалась, можно сказать, по этому поводу. Потому что она говорит, что если мы текст центрируем, то переносов никаких допускать вообще нельзя. Но при этом в немецком языке есть очень много длиннющих слов. Это слова по типу, как в русском языке, там, одноклассники, единомышленники, ежедневник. И всё в таком духе, да, то есть как бы совмещенные слова. Немцы, они почти как японцы. Слова могут совмещать как угодно. Ну, не то, что как угодно, но довольно-таки много можно слов совмещать. Допустим, смотрите, в японском у нас есть слова, которые состоят из нескольких иероглифов. То есть один иероглиф – это как одно слово уже. Когда мы добавляем как бы второй иероглиф, то, пам, у нас появляется новое третье слово. Это как этот мужик с ананасовым ручкой, да, там, у нас есть ананас, у нас есть ручка, потом, бам, у нас получилась ананасовая ручка, что-то там в духе, да. И также в японском и китайском языке, и также и в немецком языке происходит. То есть там можно тоже взять в немецком языке одно слово, другое слово, соединяем, получается третье слово. Потом можно ещё четвёртое, третье слово добавить, четвёртое слово добавить, даже пятое можно слово добавить. Я, допустим, нашла одно слово, длиннющее, называется оно Arbeiz, Umfall, Ferzieherungs, Gesetz, состоит оно из четырёх частей, а переводится на русский как целая фраза из шести слов целых, да. То есть здесь у нас раз кусочек слова, Ferzieherungs, вот здесь вот, Umfall, погодите, Umfall сначала, потом Ferzieherungs, Es как соединительное согласное и Gesetz. Вот, и вот это вот слово такое длиннющее, и немцам как-то нужно его тоже переносить. У нас, к счастью, таких вот сильных проблем нету, но у нас тоже есть слова длинненькие, например, слово одноклассница, одноклассник, одноклассницы, одноклассникам и так далее, всё в таком духе. Я, честно говоря, очень не люблю вот это вот слово, потому что оно переносится, кажется, что не по правилам, оно как раз-таки переносится по смыслу, то есть по правилам русского языка. У нас есть правило, что если у нас есть две согласные подряд, то можно их перенести с одну на другую. Допустим, если у вас есть слово в классе, да, вы можете написать в класс-се, вы можете так перенести, но в слове одноклассники вы такого сделать не сможете уже. Далее вот это вот, допустим, правило, для меня это было в новинку, я всегда думала, что вот этот правильный вариант, а остальные неправильные. Я всегда так считала. Оказывается, и то, и то тоже правильное. Вот. И получается, что вот это слово одноклассники переносить, ну, по идее, можно ка перенести вот сюда, то есть одноклассницы. Можно, по идее, было бы так перенести по правилам русского языка, но нифига. Здесь у нас переносится именно по смыслу, по корням возможно. То есть вот этот класс, он должен оставаться целеньким. Всегда. Его, вот здесь вот, ке перенести сюда нельзя, и скул сюда тоже перенести нельзя. Слово терпеть не могу. Есть еще такое слово, как единомышленники. Давайте его тоже разберем. А, единомышленники. По-моему, тут е все-таки буковка, честно говоря, плоховато помню. Так вот, слово единомышленники по правилам русского языка переносится следующим образом. Ну, букву е мы отдельно на строчке поставить, оставить не можем, поэтому это неправильно. Можно перенести вот так, так, мышленники. Можно сделать такой перенос, да. Присядь, пожалуйста, пока что не буду делать, потому что тут бессмысленно пока что. Так вот, в данном случае это просто переносы каждого отдельного слога. Можно также сделать перенос вот таким вот образом. Едино, мышленники. Можно так сделать, можно сделать вот так. То есть, вот этот вариант, допустим, у нас занимается вот три строчки и вот столько малого места. Но это перенос не по смыслу, не смысловой перенос. Смысловой перенос будет выглядеть вот таким вот образом. Едино, мышь, лен, теря, ники. Вот этот тоже у нас получается, тоже три строчки, то же самое место примерно занимает. Но при этом вот этот перенос, он более логичный, он гораздо проще читается нашу умолку, чем вариант предыдущий. Вот, на этом, наверное, всё с переносами. Поехали просто-напросто дальше, к примеру перейдём уже конкретно, как впихнуть невпихуемые кусочки фраз. Так, переходим к примеру. У нас манга, где у нас очень много узеньких облачков. В данном случае я, конечно, подобрала основной шрифт восьмёрочка и кое-как нормально затапить смогли. То есть, здесь восьмёрка, здесь восьмёрка и тут уже восьмёрочки, как это, в принципе, в оригинале и есть. То есть, в оригинале, сейчас секундочку покажу. Опса, не туда поместила. Так, вот у нас оригинал. То есть, в оригинале размеры вот этого и этого, они примерно одинаковые. И в русском переводе у нас здесь сохранены размеры одинаковые примерно. Непременно, а точно одинаковые. Вот, и что у нас тут получается? Если бы я здесь для основного шрифта взяла бы размер девяточку, девять пунктиков, то, в принципе, это можно ещё было как-то поместить. Тут немножко по-другому сделать переносы и нормально всё поместилось. Здесь то же самое. Можете по-другому переносы сделать и было бы нормально. А вот в этих местах, если мы здесь тоже сделаем девятку, вот это вот раз, два, три, да, тоже давайте девять пунктиков сделаем, то тут уже настолько критично, что буквы, они, категория лишняя пунктуация, они уже прям в край становятся. То есть, они уже прям впритык к этому, к краю облачка. На край облачка залезают. Так что девятка здесь у нас уже как-то недопустимо. Чаще всего эти перочки, они сужают текст. Причём делать это очень-очень некрасиво. Во-первых, вообще сужение текста, искажение текста, шрифта, оно вообще выглядит некрасивым, потому что есть такая штука, как привычность чтения. То есть, если человек видит буковку, да, и он её читает, ну, в шрифте, да, в это самое, в один и тот же шрифт везде, то если вдруг он увидит, что шрифт исказился, то это сразу бросается в глаза, это опять-таки запинка при чтении. То есть, это, ну, как бы, запинка при чтении мы должны избегать. Всё, у читателя не должно возникать вот этих вот запинаний, чтобы он не думал, что тут что-то не то. Вот. Всегда должно быть всё плавно, всё чётенько. Здесь у нас что? Здесь, если мы сделаем сужение, чаще всего сужение делают вот таким образом. Берут, зажимают control, и вот так вот, опа-на, сузили, поставили посерединке. Здесь тоже, опа-на, сузили, поставили посерединке. Всё, кажется, отлично. Но если подглядеться, то мы сделали просто ужаснейшую, приужаснейшую вещь, потому что сужение произошло даже непропонятно. То есть, это будет уже двойная запинка. То есть, мало того, что автор, читатель читает этот текст, у него здесь текст шёл такой, потом бац, текст с размера шрифта сузился, потом бац, он ещё раз сузился. И у читателя возникают уже две запинки подряд. То есть, он два раза увидел разные виды шрифта. Стараемся такого избегать. Если уж сужаете, то делайте это пропорционально. Чтобы сделать сужение пропорциональным, то, смотрите, нужно вот здесь, вот в этом значении, менять ширину. Выбираем нужную фрелочку, ставим ширину, скажем, 80%. Раз. Берём другую фрелочку, и здесь тоже ставим 80%. И в следующих местах, где мы сужаем, стараемся соблюдать вот эти 80%. Ну, там 90, там 75, там 70, зависит от того, насколько узкая у вас обочка будет в манге. То есть, если мы сужаем, то стараемся сужать все необходимые тексты на одно и то же значение, чтобы не было, опять-таки, вот этих скачков с сужением. Но, опять-таки, сужение – это всё-таки такая вещь, которую нужно пробегать в самую последнюю очередь. В первую очередь попробуйте уменьшить текст хотя бы на один пунктик. Вот на таких больших, точнее, на таких маленьких значениях пунктов это очень критично. Сейчас покажу. Сейчас давайте вернём обратно. Так, девятка, девятка. Так, да, всё-всё по девятке. То есть, допустим, у нас основной текст, скажем, девятка, а вот эти штукенции мы возьмём, поставим восьмёрочку. Восьмёрочку. И восьмёрочка, в принципе, более-менее подходит. То есть, есть немножко беленького места остаётся, да, то есть, гармонично вот с этим, да, то есть, здесь у нас белое место есть, и здесь уже, получается, беленькое место остаётся. Всё, в принципе, выглядит, ну, более-менее нормальное, да. Можно пробовать ещё снизить на семёрочку, допустим. Но, если мы снижаем уже вот в таком формате, да, то есть, когда у нас маленькие размеры шрифтов, мы снижаем с девятки на семёрку, то разница между шрифтами, она становится очень и очень заметная. То есть, вот это у нас девяточка, а это у нас семёрочка. И уже кажется, что тут у нас понижение глосса. А вот этого эффекта нам нужно избежать. То есть, нам нужно уменьшить размер шрифта на такое значение, чтобы переход от одного до другого размера был незаметен, чтобы не было у читателей мысли, что там понижение голоса идёт. Поэтому здесь выбираем восьмёрочку именно. Ну, ой, не в том месте написал восьмёрочку. Так, вот так давайте вернём. Вот. Тут у нас дальше что? Ну, в принципе, в данной конкретно манге я всё-таки решила, что основной текст будет не девятка, а везде восьмёрка. Так что тут у нас всё как бы хорошо на данной страничке. Здесь у нас страничка. Эту страничку я делала очень давно. И здесь я делала тоже парочку косяков. Допустим, вот это можно было получше как-то затайпить. Вот эти места тоже можно было получше немножко сделать. Смотрите, здесь у нас то же самое, что и в предыдущий раз. У нас очень узенькие облачка. Также нужно вспомнить, что авторы у нас здесь не профессионалы, поэтому размер облачков он почему-то как-то делал тоже корявенького. То есть, допустим, в данном случае можно было спокойненько нижнюю часть убрать, верхнюю часть тоже убрать, сзади прорисовать особо такого большого, мощного ничего не надо. Там просто надо просто текстурку такую добавить, и всё. То есть, это вам не наруто, где нужно прям задний фон это рисовать максимально чётко. Плюс ко всему, эта облачка нужно было сделать немножко пошире, чтобы здесь у нас от края до буквы было не такое мелкое расстояние. Допустим, здесь от края до буквы, вот оно такое большое расстояние. Вот эти вот символы прочтения мы не считаем за буквы. То есть, это, ну, почему-то автор данной манги, он решил, что пускай будет как есть, и фиг с ним. А редакторы его даже не поправили. Это самое. Кстати говоря, вот этот манга, он считается в не таком известном журнале, как, допустим, тот же самый Назадь Якун, который вот до этого было, который вот это вот мы смотрели. Так, тут дальше что ещё? Значит, здесь у нас тут тоже повышение голоса, ой, повышение размера шрифта, при этом повышение голоса отсутствует. То есть, по ситуации здесь голос у нас не повышает спортснажа. Я так полагаю, здесь у нас повышение шрифта, повышение размера шрифта связано с тем, что у нас ещё идёт приближение кадра. То есть, здесь у нас кадр сдалека, то есть, мы видим и сцену почти что полностью, ну, не полностью, а такую половину, по крайней мере, сцены мы видим. Видим людей в полный рост, где они все расположены, мы это видим. А здесь у нас становится резкий кадр, резкий, как бы, крупный план становится, и у нас, возможно, именно поэтому идёт больше размер шрифта. Это единственная причина, которая могу объяснить вот здесь повышение размера. Но, в принципе, если манга, если мангака не профессионал, то есть, он только-только начинающий, то есть, рисовка не особо хороша у него, и вы это понимаете, то, в принципе, искать логики не обязательно. Просто-напросто делайте, как делал этот мангака. Да, возможно, это не так сильно красиво будет, как вам кажется, но это задумка автора. И как автор это сделал, так это передайте. Это, ну, старайтесь всё-таки не делать много отсебятий. Допустим, я когда это дело тайпила, я здесь очень много ошибок сделала. Допустим, здесь я хоть и увеличила размер шрифта, да, на десятку перешла. То есть, у нас основной размер был восьмёрочка, а здесь я перешла на десятку. Но этот переход слишком мелкий. Здесь, на самом деле, можно было спокойненько сделать уже размер даже двенадцатый. Вот такой. Здесь немножко по-другому сделать, как они называются-то? Переносы немножко по-другому сделать. Если не хватит в две пунктуации. Господи, зачем я тогда думал, когда я тапила эту мангу, вообще не понимаю. Это было давно, очень давно. В общем, вот, лучше сделать было бы вот таким вот образом. И здесь тоже, в принципе, здесь всё хорошо, да. Такое ощущение, что здесь что-то не лишнее какие-нибудь. Хотя, может быть, и нормально всё. Вот. И, в принципе, вот так вот было бы вполне нормально. Всё помещается, всё хорошо. Размер тоже видно, что явно стал больше. Ну, то есть, как бы задумка автора сохранилась. И здесь то же самое. Я поставила десяточку здесь и здесь. Можно было сделать немножко побольше. На двенадцать, допустим. Здесь у нас помещается более-менее нормально, а вот здесь просто немножко переносы сделать другой. Ничего, так, ничего конкретного, конкретного. Много переносов, но что поделать? Раз, два, височая пунктуация и посерединке поставить вот так вот. И вот здесь симпатичненько. Вот это место, вот это. Помимо того, что здесь надо увеличить шрифт, вот этот кусок, вот эта вот обочка такая, круглая, его, оно почти что половина обрезана. И в таких случаях можно использовать не центрированное выравнивание, не выравнивание по центру, а выравнивание по левому краю. Ну, либо по краю тому, где у нас обочка обрезается. Здесь вот это выглядит, в принципе, нормально, да. То есть у нас сам текст, он более-менее квадратненький, да, и то есть вот это вот, ну, выглядит довольно гармонично. А вот здесь вот это выглядело довольно-таки убого. Сейчас покажу, как это будет выглядеть более симпатично. Выло-жусь на все 100 на сегодняшнем тесте. Смотрите, вот если мы поставим вот так, получается у нас с этой стороны край ровненький, и здесь у нас получается край сделаем ровненький. А вот здесь у нас такое пузатое, такое закругленное. И стараемся, чтобы текст тоже был как можно более такой пузато-закругленным. Можно даже, наверное, сделать вот так вот. Сейчас попробую. На сегодняшнем тесте. Ну, это, конечно, нет, с переносами это сложнее, да. То есть можно было бы сделать вот так вот, он более закругленный получился бы, но из-за того, что мы делаем переносы, бессмысленные, не по смыслу, то лучше все-таки сделать вариант предыдущий. Вот этот вот, да? Нет, не этот. Я его сбросила, что ли? Эх, ну ладно. То есть у нас было, сейчас покажу. Вот так на все, ой, все-таки там, я там нажимаю. Всегоды, тире, няш, нем и тесте на новой строчке. Вот так вот. То есть это вот более симпатичный вариант тайпа здесь, в данном случае. Да, и размер нужно делать побольше 12. 12. Вот сюда вот так вот. Тик. Вот так вот. Хотя здесь, наверное, все-таки 12 многовастенько. Давайте делаем 11. 11, и вот так вот мы это дело поместили. Здесь тоже нужно тогда 11 делаем, потому что эти фразочки стоят рядышком. Допустим, вот эта фразочка, она стоит чуть подальше, чем вот этот. И уже не так, ну, она как бы, она находится чуть дальше, поэтому ее можно оставить 12, а эти сделать 11. А эти фразочки, они стоят оба рядышком, поэтому стараемся, фразочка, которая стоит рядышком, которая, по идее, должна быть одного размера, но из-за того, что у нас не вмещается, мы делаем размер меньше. Мы делаем их обе 11 размера, чтобы рядом друг с другом они казались одинаковыми. Ну, они, в принципе, и есть одинаковые. Вот. Это, в принципе, наверное, и все, да, что я хотела показать. Сохраним этот вариант. И последняя фишка, которую можно использовать, чтобы впихнуть непихуемое, это задать корректный размер стандартного шрифта. Про стандартные шрифты я говорила уже в прошлом видео, то есть там нужно голос, который у нас ровный, спокойный, там нужно поделить размер шрифта, необходимый нам, и его соблюдать как можно больше везде. То есть везде, где у нас есть ровный, спокойный голос, мы соблюдаем размер нашего стандартного шрифта. Допустим, в этой манге, в принципе, в принципе, можно было бы стандартный шрифт сделать размер девяточку. Я уже говорила чуть пораньше, да. И вот это тоже, в принципе, можно в девяточку поместить. Но, если я сделаю так, то хоть тут оно и хорошо выглядит, смотрится, да, то будет в дальнейшем, и здесь тоже, очень много мест, где не приходится играть с размерами шрифта. А играть с размерами шрифта, делать их больше, меньше, еще меньше сужать и так далее, нужно как можно реже. Только в крайних-крайних случаях. В этой манге таких случаев уж слишком много. Именно поэтому пришла я к тому выводу, что здесь нужно сделать стандартный размер шрифта не девятку, а именно восьмерочку. Вот. И вот этого слова, секундочку, конечно, тоже должна быть восьмерочка. Вот. И в таком случае у нас получается, что здесь у нас этот ровный, спокойный голос, здесь тоже спокойный, ровный голос, и они одинаковые, что тут восьмерка, что тут восьмерка. И как бы скакать сильно тут не нужно. Если вы же все-таки, вам приходится скакать со шрифтами, с размерами шрифта, то знаете, что скакать можно недалеко. Вот если совсем не перемещается, да, это самое, можете вот буквально чуть-чуть изменить. Кстати говоря, можете поставить не 7 пунктиков, а 7,5 пунктиков, да, можно сделать 7,5-7 пунктиков, то есть там дробные числа тут тоже возможны. Главное запомнить эту цифру. Если у вас, допустим, в этом месте вы уменьшили до размера 7,5 пунктов, и в другом месте вы снова наткнулись на такое место, то есть вы и дальше переводите мангу, наткаетесь снова на такое место, где вам нужно уменьшить размер, то вы в первую очередь уменьшаете именно на это значение 7,5. То есть старайтесь вот эти цифры, на которые вы уменьшаете, оставить их константными, чтобы они были везде, ну, почти, как можно больше они были одинаковые везде, да. Вот, это если вы уменьшаете размер шрифта. То есть вот так вот уменьшать размер шрифта, то есть вот здесь, допустим, поставим вот такой, здесь поставим вот такой, вот так вот делать не надо, вот это вот. Это вот нехорошо, потому что у нас здесь получается размер 8,45, здесь получается размер 10,11, И получается у нас здесь чуть больше, здесь чуть ниже, чуть меньше этот размер шрифта. И это всё как бы читателю, то есть это будет заметно. И это нехорошо, когда вот так вот всё шрифт его скачут. Про скачивающие шрифты я тоже говорила в предыдущем видео более подробненько. Там посмотрите всё. Так что вот это вот мы не делаем. Мы если меняем размер шрифта, то меняем на какую-то константу. Вот тут вот ставим. Вот здесь вот менять значение, чтобы было всё чётенько, всё чётенько, ровненько. Если сужаем шрифты тоже, вот в этом месте сужаем, а не через трансформирование текста. Вот так вот мы делаем. Здесь не так, а вот так сделаем всё. Ну и в принципе, наверное, я про это уже сказала, про то сказала. Наверное, на этом и хватит. То есть я здесь добавляла не очень много примеров, в принципе. Но я думаю, для сегодняшнего видео это будет достаточно. Ещё больше примеров будет в дальнейшем. То есть когда наткнусь на какой-то пример хороший, да. Или наоборот он будет нехороший пример, но зато наглядный пример будет. Я его обязательно засниму и буду выкладывать видяшки на YouTube дальше. А на этом пока что всё. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, посмотрите это самое. Если вы не все советы запомнили, то вы это самое. Пересмотрите видяшку ещё разок. Выпишите их как у себя на листочек. Прям как золотые правила красивого тайпа. И старайтесь их соблюдать. Конечно, всё соблюдать. Соблюсти, соблюдать. Вам соблюсти. Как-то в опроске это будет. Ну, в короче, прям всех правил придерживаться вы, наверное, не сможете. Но старайтесь как можно больше правил использовать в своём тайпе. Всем удачи. Всем красивого тайпа. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»